БФМ Бог в помощь Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься Ну тогда скажите, как достичь его Наши эксперты знают Передача «Формула семьи» на радио Теус Всем привет, с вами «Формула семьи» на радио Теус Как всегда в 14.00 по Москве Сегодня у нас 12 августа Лето стремительно приближается к концу В стыдии у нас сегодня Юрий Пожедаев Здравствуйте, Юрий Здравствуйте, друзья В Москве уже жуткий холод Я что-то оделся по летнему И пока шел замерз, продрог Небо серое И как-то очень-очень холодно Надеюсь, что вам хорошо И мы постараемся сделать, чтобы вам было еще лучше сегодня Сегодня мы будем говорить на тему Самодостаточность А нужна ли она мне? Где грань между самостоятельностью и самодостаточностью? Как научиться делегировать в семье? Кому и зачем нужна самодостаточность? И нужна ли вообще? Разберемся с Юрием Пожедаевым Разбирайтесь со мной, пожалуйста Друзья, разбирайтесь со мной Уже пора разбираться Поэтому ждем вас везде, где только можно Ильвира сейчас вам расскажет, где с нами нужно разобраться Да, друзья, вы можете звонить в прямой эфир Мы попозже, чуть-чуть после первой заставочки Наверное, вопрос вам зададим Какой-нибудь ключевой На который вы сможете ответить А не только поделиться историями Поэтому звоните нам в прямой эфир 8 800 333 1706 Оставляйте сообщение на сайте Там есть форма обратной связи Как раз и видеотрансляцию захватите нашу Мы с вами вот здороваемся Здравствуйте, здравствуйте Вот, так, что еще Вайбер, Ватсап, плюс 7 977-850-09-96 Я думаю, сейчас уже все слушатели радио Теос Имеют мобильный телефон, смартфоны Ну да, наверное, конечно же Наверное, конечно же, что-то не то сказал Да нет, наверное, еще хуже Так что все нормально Эльвира, вы самодостаточный человек? Давайте определимся с термином Что такое самодостаточность Вот, когда я делала опрос в соцсети Я указала несколько вариантов ответа Дальше зачитаю потом ответы И один из них был Ну, в общем, самодостаточность Это хорошо или плохо И варианты ответа Да, хорошо, нет, плохо И один из них Эй, а что такое самодостаточность? Есть люди, которые туда нажали? Ну, самодостаточность Это когда тебе самому Достаточно тебя самого И ты не боишься одиночества И вот когда все важное у тебя есть И когда ты можешь обходиться без других людей Я думаю, что частично Да Частично это самодостаточное Процентов на 70 Вот, ну, конечно же Надо как-то определиться Мы сегодня говорим про самодостаточность И мы сегодня говорим про самостоятельность И самодостаточность Это негативный вариант самостоятельности Вот уозунг самодостаточный Спасибо вам Я справлюсь сам Без вас обойдусь И вот все хорошо Не трогайте, не трогайте меня Но я вижу другой момент Вот в современном поколении В современных людях Что люди достаточно Несамостоятельные И уж тем паче Несамодостаточные Да серьезно? Да серьезно, да конечно А мне кажется, тренд наоборот Другую сторону идет Тренд другой? Какую сторону тренд? Ну, что ты сам за себя Ты ни от кого не зависишь И наслаждаешься жизнью Тренд есть А по факту-то другое А как так? Тренд один, а по факту другое? А по факту другое Мы можем говорить одно Обычно Я могу заявлять, что я умный и красивый А на самом деле Я могу быть абсолютно дурним Треугольным И абсолютно страшным И чучелом Поэтому заявлять-то мы можем Все что угодно Конечно же мы заявляем о себе Конечно, может быть, мы даже верим в это Но по факту совершенно не так, как есть в действительности Я встречаю людей И они тотально зависят от кого-то или от чего-то И говорить о самодостаточности Ну, я думаю, что у самодостаточности Как у любого термина Есть теневые стороны Есть негативные стороны Потому что самодостаточный человек Это человек, который, правда Он не нуждается в других людях Которые бы ему постоянно что-то указывали И постоянно бы решали его какие-то вопросы Вот, пожалуйста, помогите мне Пожалуйста, вот войдите в мою жизнь И решите все за меня Самодостаточный человек Это человек, который, ну Который может справиться с той или иной задачей сам Вот в этом плане я точно самодостаточный человек В этом плане вы самодостаточный человек Хорошо, значит, а вот интересно Вопрос следующий хочется задать У нас сегодня опять психоанализ Да, да, зачем тогда вы вышли замуж? Ну ладно А это другое, другое Это уже другое, да Ну, конечно, друзья Нужно различать там Хозяйственную, психологическую, социальную самодостаточность Вот когда молодого человека Не может обойтись без мамы Утром он не может себя покормить Это такая хозяйственная несамодостаточность Социальная несамодостаточность И вот таких людей достаточно много Которые, в принципе, решить свои вопросы никак не могут А если могут, но ленятся и просто не хотят? Ленятся и просто не хотят? Ну, да, есть люди, которые ленятся и просто не хотят Просто, как говорят, забивают Но они тоже несамодостаточные? Или все-таки они самодостаточные и просто ленивые? Ну, понимаешь, я думаю, что мы не можем в чистом виде выявить, что вот он несамодостаточный Как правило, несамодостаточность, она сопровождается еще другими пороками Или другими болезнями Или другими какими всякими нехочухами, которые есть в человеке И все это приводит к несамодостаточной Или есть несамодостаточность, есть еще лень Есть еще нежелание решать проблемы Есть еще вот еще что-то Есть еще плохое настроение Вот я вчера получил сообщение А вот мне просто плохо Что-то на меня накатило А что плохо? А я не знаю, что со мной плохо Вот накатило, да, друзья мои? Вот что-то накатывает на нас, а мы понять никак не можем Я хочу вам сказать, друзья мои дорогие, что накатывать, когда вы можете не понимать Это метилозависимые такие люди есть Когда погода накатила, и вы не понимаете, что Но в любом случае, если на вас что-то накатило, вы должны в этом разобраться А что на вас накатило, почему вы стали именно таким? Всегда есть причина, которую нужно найти И если вам лень искать эту причину, это ваша проблема Если она вас накатила, ну и сами с этим пытайтесь разобраться Потому что, ну, иногда человек это Он грустит, потому что он хочет обратить свое внимание Он хочет привлечь это внимание Он хочет, чтобы в его жизнь вошел человек Который вот скажет Ну что ты, мой хороший Вот держи пирожок с клубникой Вот держи конфетку, я тебе принес Все хорошо, я тебя люблю Все будет нормально И вот такое положение вещей Как-то уже, ну, не хочется наблюдать Хочется, чтобы люди как-то росли Да даже и не как-то росли Чтобы они были уже и самодостаточными, и самостоятельными Но порой бывает девушка, которая себя представить не может Без общения с мамой, с подругами Вот это вот психологическая несамодостаточность Потому что иногда бывает Люди очень сильно зависят от других людей Если какой-то человек вдруг уходит из их жизни Все, мир обрушивается Вот бывает так, что люди очень зависимы друг от друга Вот даже если мы возьмем семейные отношения Вот семейные отношения Эльвира, как вы думаете В семейных отношениях люди должны вот зависеть друг от друга? Сложный вопрос, должны или не должны По факту могу сказать, что Ну я, да, я завишу от своего супруга Ну вот, например, супруг должен Обычно приходит Он должен всегда приходить в 7 часов И уже привыкли к этому Если он пришел в 7.15, вы начинаете устраивать ему головомойку Ну это бред Это бред Честно Это бред Или вот он уехал в командировку И вы начинаете скучать И начинаете его тормошить Отвлекать от работы И говорить Ну я вот и уехал Мне скучно Как в песне Опустила без тебя моя земля Я ничего не могу делать У меня из рук все валится И так далее и тому подобное Нет, это не здоровая зависимость Ты должен как-то понимать важность Важность человека Важность твоего супруга в жизни Но не так, что если он исчез куда-то Причем по хорошим обстоятельствам Например, командировка Что все, жизнь закончилась Мы свернулись калачиком Накрылись пледиком Ревем и плачем Зачем это нужно? Вот есть такие люди Я таких встречаю Потому что они хотят быть Со своими вторыми половинками Везде и всюду Потому что они не могут Его отпустить на футбол Они не могут его отпустить Ну даже в баню Ну я не думаю, что жена в баню Пойдет вместе с мужиками Хотя, не знаю Хотя, может быть и так Но, наверное, скорее всего Его не пустят Потому что вот есть такие Контролирующие жены мамы Которые не отвергают Все пути к самодостаточности Человека к самостоятельности Ну вот Еще может быть Следующий момент Когда мужчина Любит быть с друзьями Но прекрасно себя чувствует И без них Это самодостаточность Здоровая такая Когда у меня есть друзья Но если их нет в моей жизни По каким-то обстоятельствам По каким-то причинам Я вполне могу Заняться чем-то Я вполне могу Почитать книгу Поколоть дрова Поремонтировать автомобиль Ну или просто Посмотреть какое-то кино Мне обязательно нужен кто-то Кто будет дополнять Меня Я в этом крайне нуждаюсь Конечно же Люди в нашей жизни есть Которые дополняют нас Которые Которые помогают нам Да Но Если таких людей Вдруг Ну нет Или вы переехали Или вы куда-то Что-то Что-то произошло То тогда Наверное не стоит Убиваться по этому поводу Но здесь возникает Еще такая маленькая штучка Ну например Вот человек скажет А я вообще не нуждаюсь В людях Вот они мне вообще не нужны Лукавит Ой лукавит Лукавит Сердце человеческое Крайне испорчено Да Ну да Друзья мои Потому что так или иначе Мы не можем всю жизнь Прожить без других людей Вот это Это невозможно Человек существо коммуникабельное Коммуникабельное Социальное Коммуникабельное Ему нужно Ему нужно общение Ему нужно самовыражение Ему нужно признание Ему нужно чтобы его любили Ему нужно чтобы к нему приходили И так далее Разговаривали с ним и так далее Согласен абсолютно Потому что человек нуждается в других Но вот это не тотальная зависимость Это не тотальная нужда На все сто процентов Я всегда нуждаю Чтобы со мной рядом кто-то был Вот например Есть люди которые не могут находиться в квартире, если нет там каких-то звуков. Они сразу включают телевизор. Но это ненормально. Это ненормально, это есть определенная зависимость, психологическое расстройство. И здесь нужно уже раскапывать, понимать, что с человеком происходит. И хотелось, друзья дорогие, вот чтобы вы сейчас протестировали вот свою собственную самодостаточность, есть ли она в вашей жизни, если есть, то какая, от чего вы зависите в своей жизни, да? И считаете ли вы себя самодостаточным человеком или нет самодостаточным? Вот позвоните, напишите нам, расскажите нам, вот что там с вами происходит. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio.teus.ru Пишите, звоните нам, друзья. Юрий вот задал вам ключевой вопрос. По рассказу, Юрий, определите, самодостаточный вы человек или нет. Если у вас есть какие-то зависимости от других людей, от увлечений, от обстоятельств вокруг себя, пишите, звоните, делитесь. Напомню, значит, способы, как к нам достучаться. Это прямой эфир, номер телефона 8 800 333 17 06. Мы будем рады каждому вашему звоночку. Это сообщение, которое вы можете отправить с помощью формы на сайте и с помощью мобильных приложений Radio Teus. Это App Store, Play Market. Все доступно, все можно найти в поиске, если вбив Radio Teus. Так что ждем, друзья, ваши ответы. Можете даже плюсики-минусики писать, наверное. Тоже зачтем. Ну, хотелось бы сейчас уже провести эту грань. И будем, чтобы вы понимали, друзья, по поводу самодостаточной самостоятельности, будем так говорить, что самодостаточность, она все-таки имеет больше теневую окраску, а самостоятельность более позитивную окраску. Вот вы должны это понимать. Потому что самодостаточность — это когда человек всеми своими фибрами души пытается всем доказать, что он выше вас, и он абсолютно ни в ком не нуждается. А самостоятельный человек — это человек, который может решать самостоятельно свои проблемы и который не обижается на других людей, когда к нему кто-то не приходит. Ну и который нуждается в других людях и радуется помощи, когда к этому человеку кто-то и приходит, и помогает ему. Поэтому здесь очень важно это понимать. У нас звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я вот сейчас слушаю вашу передачу. Сейчас прямой эфир, да, не запись. Не запись, да. Про самодостаточность. Да-да, абсолютно. Да, как раз это мне очень сильно коснулось, потому что я на самом деле, когда прихожу, мне обязательно нужно, чтобы мне что-то говорило. Но лучше, конечно, вот ваше радио или какие-то там духовные передачи, проповеди. Мне чрезвычайно сложно быть самой собой в тишине. Там сажусь я чай, пить, сажусь я есть. Мне нужно, ну, телевизор сейчас все реже и реже, либо глазами смотреть куда-то, но обязательно что-то слушать. Это вот многолетняя зависимость. Я еще в детстве, когда из школы приходила, ну, независимость, ну, не знаю, привычка. Может быть, это привычка, когда, ну, я в 74-м году школу закончила. И я все детство много времени провела на кухне, там, когда возвращалась за обедом, слушала радио, спектакли. А вы были дома одна или никого не было дома? Ну, после школы, да, после школы одна была, да. А вы боялись темноты или вы боялись... Нет, темноты я не боялась. Нет, темноты нет. Мне нужно было, мне интересно было слушать. Это было для меня, ну, как-то досуг, что я не знаю, как назвать. И вот до сих пор это сохранилось. Если раньше я там одно слушала, сейчас я духовное слушаю. Вот и мне одно, да. Я хожу, конечно, в церковь, я занимаюсь, ну, я живу с дочерью, которая зависимая от химического вещества. И от нее зависимая. Ну, понятно. То есть у вас есть определенный комплекс сложностей, трудностей. И поэтому вам нужно радио, поэтому вам нужен какой-то сторонний голос, сторонний дополнение, которое бы вас отвлекало и не оставляло один на один своими мыслями. Отвлекает, да, видимо, это отвлекает. Это отвлекающий манер, который вам нужен. Но я бы так сказал, что вам нужно найти, может быть, группу 12 шагов для самозависимых. Потому что это очень важно. Вы ходите туда. Да, хожу, да. Вот, это здорово, потому что от этого... Я не спастаю. Вечером есть куда себя пристроить. Ага. Ну, я понял вас. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое за передачу огромную. Спасибо большое за звонок. И просто прокомментирую то, что вы сказали. Конечно, люди, которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах, люди, у которых есть сложности. Ну, вот, в частности, наша радиослушательница сказала о том, что у нее дочь химически зависима. Ну, конечно же, конечно, оставаться один на один со своими мыслями, это крайне-крайне тяжело. И поэтому нужен сторонний какой-то отвлекающий момент, который будет помогать вам не пребывать в этом состоянии. Но вам нужна дополнительная помощь, сторонняя помощь от человека, вот, в частности, в 12 шагах в этой программе, чтобы вам помогли там люди выходить из этого состояния, чтобы вот как-то преодолевать эту вашу зависимость, потому что, чтобы вам прокомментировали, да, вот, как вам жить со своей дочерью, как с ней общаться, как реагировать на него. Иначе, ну, понимаете, иначе вы будете вот это вот состояние зависимости, оно будет прогрессировать у вас, и вам будет очень и очень плохо. Юрий, у нас еще есть сообщение в Вайбер, нам пишет Илья, наш постоянный слушатель, Илья Богданов. Добрый день, Эльвира и Юрий, очень рад вас слышать. Ого, Юрий, вы прям про меня говорили. Я как раз тот человек, который очень не любит, когда дома тихо. Эх. Ну что, Илья, я вам могу сказать? Вот, понимаете, по поводу тишины. Тишина крайне необходима и важна человеку. Тишина в своей собственной душе. Тишина вокруг, тишина рядом. Для чего и почему? Потому что понять и осмыслить глубину самого себя, во-первых, и разобраться в тех реалиях, которые у человека существуют. Поэтому нужна тишина, нужен диалог с самим собой. Музыка может быть каким-то фоном, но я все-таки затишину, потому что, чтобы не было отвлекающих моментов, чтобы если уж вы начали заниматься интроспекцией, или если уж начали заниматься рефлексией, или если уж начали заниматься пониманием своего внутреннего мира, то вы бы пошли в этот внутренний мир. И чтобы вас ничего не отвлекло. И чтобы вы поняли ваши сильные стороны, слабые стороны, ваши проблемы, может быть, вашу обиду, может быть, то, что сейчас вам нужно что-то предпринять, и нужно с кем-то поговорить, и что-то сделать в этой жизни. Поэтому нужна тишина. И эта тишина приводит как раз к самостоятельности, к самостоятельному поступку, к такому пониманию самого себя, и чтобы выйти напрямую из своей жизни, чтобы вас не уводило куда-то в сторону. А иначе, если шум будет всегда в вашей жизни, то вы не будете фиксировать какие-то значимые моменты в своей жизни, вы не будете расти. Это будет все одно, одно и то же. Недавно прочитал одну цитату, когда один священник говорил следующее, что я не хочу уже тратить свою жизнь и свое время на людей, которые не растут и которые не развиваются. Потому что вот эти вот котики на страничках, вот эти вот цветочки, это какое-то такое приземленное такое состояние, и не хочется тратить время, говорить об одном и том же, о природе и о погоде. А вот самостоятельные люди, люди, которые умеют быть в тишине, которые умеют развиваться, которые умеют расти, это те люди, с кем интересно, с кем хочется пройтись по его внутреннему миру и обогатиться этим внутренним миром. Как загнули, хорошо. Я нашла, что взять в цитаты. Да, аж до самого Крыма. Илья, спасибо, что нас слушаете. У нас есть еще сообщение, пишет нам хитруша. Есть ли граница в плане самодостаточности? Граница в плане самодостаточности? Ну вот, понимаете, конечно же, границы всегда не есть, и их нужно обозначать. Вот если... Вы должны абсолютно четко для себя понимать, если ваша самодостаточность, она разрушает, и вы понимаете, что вы теряете интерес вообще к людям, к этому миру, вы теряете интерес даже, может быть, к самому себе, и вы настолько замкнуты, и вас даже раздражают люди, которые приходят в вашу жизнь, вот, наверное, нужно уже как-то забить тревогу и понять, недалеко ли вы ушли в самодостаточность, и вот в такое плавание независимости от других людей и от этого мира. И я думаю, что вот эта вот граница, когда мы понимаем, что другие нам, ну, они нам нужны, и мы выходим вот из этого состояния. Ну что, у нас есть еще одно сообщение, на самом деле оно было прислано этой ночью, но вот я прочитала и понимаю, что к формуле семьи оно очень хорошо относится. Может быть, ответим, Юрий? Давайте попробуем. Олеся пишет, может быть, слушает она нас сейчас. Доброй ночи, скажите, как объяснить мужу, что нельзя при посторонних выяснять отношения и указывать на недостатки? Ни в коем случае нельзя. А как объяснить мужу? Как объяснить мужу? Попросите, попросите, если у мужа есть авторитет в его жизни, я не знаю, какие ваши отношения с мужем, но если вы говорите о том, что вы не знаете, как объяснить, то, по всей видимости, ваш муж уже вас не слушает. Но надеюсь, что у вашего мужа есть какой-то авторитет. Можно через авторитет. Но лучше всего, если вас муж не слушает, напишите ему письмо. Просто напишите ему письмо и напишите ему письмо не о том, что какой он нехороший человек, редиско, и не слушает вас, а напишите ему письмо о том, моральном ущербе, о тех страданиях, о тех чувствах, которые вы испытываете от того, когда ваш муж вас как-то корректирует или, возможно, вас унижает в присутствии ваших детей или в присутствии друзей или родителей, или кого-то еще постороннего человека. Напишите ему о боли своей души и положите ему на видное место. Может быть, напишите ему электронное письмо, может быть, это будет рукописный текст. Я не знаю, как лучше, каким образом донести эту информацию, но напишите ему. Потому что вот когда, если значимый человек, о чем я говорил, да, это бывает эффективно, но я думаю, что как бы ваш муж не напрягся из-за этого, да, и насколько вот этот значимый человек, он может корректно, корректно донести до него эту информацию. Поэтому, и когда вы напишите письмо, потом сообщите нам, пожалуйста, потому что я думаю, что эта история будет иметь продолжение, как ваш муж отреагирует на это. Потому что, понимаете, вот мы хотим какого-то очень быстрого такого рецепта вот написать письмо, да, или как-то донести информацию, чтобы муж этого не делал. Но ведь мне хотелось бы муж послушать, а почему он так делает? Почему муж так огрызается, или почему муж ведет так некорректно себя по отношению к вам? Почему он взял на себя такую функцию унижать вас в присутствии других людей? У него, наверное, есть тоже какая-то какая-то правда, в которой он живет. И поэтому хотелось бы, вот чтобы вы нам рассказали, что у вас дальше происходит. Если уж помогать вам, то давайте будем вам помогать. Потому что я думаю, что здесь вот одним разом не обойтись никак. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула Семьер». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. А мы продолжаем разговор о самодостаточности. Нужна ли она мне? Так звучит наша тема. Друзья, нужна ли вам самодостаточность? Звоните, пишите, делитесь историями. Что думаете вы об этом? Как вы относитесь к этому явлению? Замечаете ли вы в себе такое поведение? Звоните нам 8 800 333 17 06. Сообщение в WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 099 96. И сообщение на сайте. Ждем, ждем, ждем. Я бы хотел, друзья, сказать следующее, чтобы вы не путали самодостаточность и самостоятельность с эгоизмом. Потому что очень похожи такие понятия. Прямо очень близко. Я очень близко. Я очень близко хотела сказать об этом. Да, потому вот мы иногда путаем с эгоизмом. Если мы находимся в христианском контексте, да, или вот в гуманистическом контексте, мы вот думаем, ну вот быть самодостаточным это все-таки в какой-то степени эгоизм. Нет, это разные понятия, разные вещи и разное положение дела. Потому что эгоизм — это когда все, что я делаю, это должно быть направлено только для моего блага и для удовлетворения моих собственных потребностей. Самостоятельный человек или человек, у которого есть правильная граница самодостаточности, это человек, который умеет и способен восстанавливаться и выстраивать границы здоровья для самого себя. потому что человек, который не в состоянии защитить себя, ну, например, представьте, что я помню, когда-то у нас был эфир, и вот одна женщина говорила, что ее постоянно просят, и она постоянно откликается, и она уже зависимо стала от просьб, ее постоянно просят, она злится где-то в глубине своего сердца, но что-то делает. Ее позвали сюда, она идет туда, ее позвали в другое место, она идет в другое место. Она страдает от этого, но она ничего не может с собой поделать. Она находится вот в этом состоянии внутреннего раздраева и внешнего вот этого благодетельного состояния. Я бы хотел, друзья мои, чтобы вы понимали, что самодостаточность нам нужна для того, чтобы выстроить свой внутренний мир, чтобы выстроить свой внутренний мир, чтобы быть глубоким человеком, чтобы быть нужным не как рабсилу, которая может кирпичи переставлять, а быть тем человеком, который поможет другому человеку в восстановлении и формировании внутреннего мира. Понимаете, если будет так, то тогда мы станем, например, родителями, которые помогут нашим детям формировать свой внутренний мир. Они будут родителями, которые будут только зарабатывать деньги, обувать, одевать, кормить своих собственных детей и больше ничего не смогут вложить. Я бы не хотел, чтобы вы были такими людьми, чтобы вы были такими родителями, потому что ведь у каждого человека есть не только физиологическая сторона, не только социальная сторона, это коммуникационная сторона для того, чтобы решить ту или иную задачу, а есть еще внутренний мир, в котором мы живем. Есть еще состояние души, которое у нас есть. А что там в этом мире происходит? А что нам нравится? А что нам не нравится? А что мы переживаем? И так далее, и тому подобное, друзья мои. Поэтому не путайте, пожалуйста. И я бы хотел, чтобы вы были самостоятельными и в хорошем смысле самодостаточными людьми, чтобы вы были в состоянии во всех сферах помочь другому человеку и самому себе. Потому что из раненых людей, людей, которые находятся в раздрайве, я встречаю очень и очень много, это люди, у которых, понимаете, у которых, ну, разорванное все внутри, просто фрагментированное, цельности абсолютно никакой нет. Очень много людей нецельных, которые метутся от одного к другому человеку, от одной компании, и они не могут никак понять вообще, кто они, что им нужно, куда им идти, зачем это все. И знаете, какой крах приходит, когда, например, наступает кризис среднего возраста? Вот человек проживает 35-40 лет, и он понимает, что вся жизнь, которую он прожил, она абсолютно бесполезна была. И вообще очень тяжело вот такому человеку потом помочь. У нас есть сообщение от Ирины. Есть ли такое понятие самодостаточность в решении или принятии решений? То есть, так, еще раз, есть ли такое понятие самодостаточность в решении или принятии решений? Есть. Трудности в этом большая проблема, потому что на мое решение может повлиять мнение любого человека, даже просто прохожего, которого я толком не знаю. Как быть? Ну, если на вас влияют посторонние люди, которых вы даже не знаете. А, я поняла, наконец-то, вчитываюсь, я поняла. То есть, у Ирины нет вот этой самодостаточности в принятии решений. Это не есть хорошо, Ир. Ирин, что у вас нет самодостаточности, и если какой-то прохожий на вас повлиял, ну, например, представьте, что вы покупаете, стоите в очереди, покупаете помидоры, и к вам какая-то бабушка присутствует, ну, говорит, а что это вы такие помидоры покупаете? Купите лучше вот эти помидоры, и в раз меняете решение. Вот если даже на таком уровне, если вы помидоры самостоятельно купить не можете, то нужно понять, а что вообще с вами происходит. Поймите, я думаю, что если человек, который не в состоянии принять самое маленькое решение, бытовое решение, если он зависим от какого-то человека, вы очень раненый, незащищенный человечек, и вам нужна помощь, и нужно разбираться, опять вот подетально разбираться, что же с вами происходит, почему вы настолько зависимы от мнения других. По всей видимости, вас воспитывали в достаточно очень жестком режиме, вам не давали в принятии самостоятельного решения. Вот моему сыну пять лет, он еще толком разговаривать не может, но я стараюсь всегда вот давать ему альтернативу, чтобы он учился сам принимать то или иное решение. Ну, например, по крайней мере, одеть шорты какие-то, голубые или коричневые шорты, или какую-то рубашку. Вот то, что он хочет, чтобы он понимал, вот ему это нравится, для меня не принципиально, какую рубашку он оденет, но хочет одевать именно эту рубашку. Вот с самого детства это все формируется. Если у вас все не так, то здесь нужна такая хорошая терапия для вас, поэтому я предлагаю вам найти консультанта или поговорить с кем-то, кто может опять продиагностировать вас и кто может помочь вам, кто может анамнез ваш, то есть вашу историю понять, почему вы пришли именно к этому состоянию, почему вас это гнетет, во-первых, и почему вы настолько подвержены мнению других людей, что ведь понимаете, ведь когда мы понимаем, что, простите за цитологию, что мы принимаем решение на основании чужого мнения, это же нас гнетет где-то глубоко внутри. Нас лишают самостоятельности, нас лишают нашего права выбора. Нам предлагают то, чего в конце концов мы не хотим, и мы страдаем от этого. Может быть, вы не показываете, Ирина, это, но я понимаю, что в глубине вы человек страдающий, а мне бы хотелось, чтобы страдания, они были только в едином контексте, это для славы Христовой, единственные страдания, которые нужны, а все остальное, страдания, которые вас убивают и уничтожают, они нам не нужны, потому что вы становитесь абсолютно человеком, который мало что может в этой жизни сделать, а я думаю, что вы еще ого-го, что можете сделать, поэтому давайте ищите, и давайте потом пишите, чего вы найдете, и к какому результату вы придете. А чего искать? У нас же есть почта у Формулы семьи. Family, нижняя подошва, формула собакамail.ru. Если вы хотите попасть на консультацию к нашим психологам, то пишите на эту почту, на этот адрес, если вы плохо расслышали, то он записан у нас в группах ВКонтакте и Фейсбуке, так что пишите письмо, и дальше уже будем думать. Да, пишите письмо, но я все-таки любитель, всегда настраиваю людей на личные встречи, потому что личные встречи... Нет, письмо для того, чтобы получить контакты, Юрий. Ну, конечно. Эльвира, она далеко идущий человек. Она все знает, все понимает. Она знает, куда идти и чего делать. Мне понравилось, как вы адрес там про подошву сказали. Но это нижнее подчеркивание? Да, я заговорилась, хотела сказать подошву, а потом вспомнила, что это нижнее подчеркивание. Думаю, да, пусть будет нижнее подошву. Пусть будет подошву, да. Пусть будет подошву. Мы про самодостаточность. Мы про самодостаточность, друзья, говорим. И хочется сказать вот еще, как определить, больная самодостаточность или нет. Если у вас вот есть привязанности, больные привязанности, как я их называю, если вы к чему-то привязаны, к чему-то, к кому-то, и не можете отлепиться, ну, вам надо как-то уходить от этого. То есть вы зависимый человек, и вам нужно, чтобы, ну, вас лечить надо самодостаточности в этом плане, чтобы вы перестали зависеть. Вот понимаете, вот есть люди, которые, вот им нужен кто-то, вот им нужен кто-то, и кто-то в их жизни, который вот что-то будет для них делать. Это плохо на самом деле, вот когда человеку стремится. Вот бывает так, что девушка достигает такого определенного промежутка времени, когда ей хочется замуж, и уже неважно кто. вот нужно выйти замуж, вот любой ценой, вот обязательно нужно войти в это, в это семейное состояние. Ох, как пожалеет потом. Ох, как пожалеет потом, сказала Альбера. Но мои хорошие возлюбленные, ну, я очень хорошо к девушкам отношусь, я всегда заступаюсь за них, но не портите свою жизнь. И если вы будете вот человеком самостоятельным, если у вас будет здоровая самодостаточность, вы будете в состоянии выбирать. И вы будете понимать, что вот с этим человеком я не хочу быть. А вот с этим, возможно, я смогу быть. И я смогу с ним пройти тот или иной этап жизни. Или всю жизнь. Это очень важно. А вот люди, которые не самодостаточны, люди, которые зависимы от чужого мнения, зависимы от своего состояния. Мне нужно с кем-то быть. Мне нужно обязательно родить ребенка. Мне нужно, чтобы, как в песне, милый был бы рядом. Но, мои хорошие, ну, вы жизнь свою исковеркайте. И поймите, что в вашу жизнь придет человек, который будет манипулировать вами, который будет унижать вас, который будет размазывать вас по стенке. И ничего хорошего не будет. Рано или поздно, ведь поймите, что интересно жить с человеком, который цельный, с человеком, который, у которого богатый внутренний мир. А если человек никакой, абсолютно. Если он вам смотрит в рот и уподобляется, что хозяин надо вот в таком состоянии, то вы далеко не пройдете. Потому что человек, человек, он стремится к тому, с кем ему будет интересно, с кем он будет проживать жизнь, с кем он будет обмениваться теми впечатлениями, теми интересами, которые есть у него. А если будет человек абсолютно пустой, да, он может мыть палы, он может мыть посуду, он может готовить борщи, но он пустой, там ничего нет. Это просто такая функциональная женщина, которая все делает, пришивает пуговицы, штопает носки, но не более того. Жизнь будет несчастной. Я бы не хотел, чтобы у вас так было. Ну, что, хотелось бы еще дальше пойти, да, по поводу самодостаточности, хорошо это или нет. У нас пока тишина, нет сообщений, пишите, звоните. Не пишут, все притихли, наверное, все слушают. Все анализируют себя, самоанализом занимают. Друзья, самодостаточность, ну, она нравится не всякой, не всем, и вот теневая сторона от самодостаточности, это вот хочется зафиксировать уже, да, в вашем понятии, в вашем вокабуляре или в вашем понятийном аппарате, это отдельность, изолированность от других. И вот если молодой человек учит самодостаточности, потому что не умеет жить среди людей, то едва ли такой уход в самодостаточности, это лучший выход. Самодостаточность детей часто не нравится родителям, потому что дети уже могут спокойно их не слушать. И если родители бестолковые, то самодостаточность детей замечательный выход. Если же родители мудры, а самодостаточные дети раньше времени перестают их слушать, такая ситуация более спорная. Чем более уверен в себе самодостаточный человек, тем более он открыт умным подсказкам со стороны. Тем более качественной оказывается его самодостаточность. Я показал сейчас то, что самодостаточность может быть позитивной. И если человек самодостаточен, если он держит дистанцию определенную, то со стороны своей дистанции он может понять и разобраться, что ему нужно, а что ему не нужно. С каким человеком ему стоит идти, а с каким человеком ему стоит идти в какой-то путь. Не нужно брать первопопавшееся что-то на пути. И вот опять хочется сейчас говорить к родителям, потому что, дорогие мои родители, помогайте детям, во-первых, быть самостоятельными, во-вторых, уже быть с правильной самодостаточностью. И отпускайте их, отпускайте их в самостоятельное плавание, не держите их около себя. Я помню, у нас было эфир, и нам одна радиослушательница звонила, и потом она мне писала, и у нас так и не получилось. То есть я не смог. Некоторым людям невозможно помочь, потому что они настолько уверены в своей правоте. Вот самодостаточные люди, они размышляют, и они понимают, что им нужно в их собственной жизни. Понимаете, вот я прихожу к человеку, я могу с ним разговаривать. Я ему говорю, вот, наверное, тебе нужно вот эту. И опять поймите, что я со своей колокольни, с позиции своего внутреннего мира предлагаю что-то человеку взять. Но этот человек должен посмотреть в глубину своего мира и сказать, ой, подождите, подождите, вот это мне не подходит, вот это я не смогу, вот это мне не нужно, а мне нужно вот это. И, пожалуйста, вот в этом ракурсе мне помогите, вот в этом вопросе мне помогите. Если вы будете брать все, что вам предлагают, вы можете потерять себя абсолютно, потому что вы будете уже не вы, а вы будете все те, вот кто рядом с вами. Вот такая нездоровая эклектика. Вы будете и тем, и другим, и пятым, и десятом. А вы-то кто? И вот это вот главный вопрос, на который вы должны ответить, а кто я? Кто я вообще вообще? Что я из себя представляю? Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернутся в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула Семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Друзья, радио «Теус» — это станция, которая существует на пожертвование, и нам нужна ваша поддержка. Вы можете нам помочь, отправив короткое смс на такой же короткий номер. Номер 7715, смс с текстом «Теус», пробел, сумма, которую вы хотите пожертвовать. Нам очень важно, что вы нас поддерживаете, нам каждый ваш вклад очень ценен для нас. И обо всех других способах, как нас поддержать, вы можете узнать на сайте teus.fm. Мы будем вам очень признательны за вашу поддержку. А я напоминаю, что в эфире «Формула Семьи» Юрий Пожидаев, и мы сегодня говорим про самодостаточность. Нужна ли она нам? Да, друзья мои, говорим про самодостаточность. И до доставки мы говорили о том, как важно понять, кто же я на самом деле. И вот человек, который понимает, кто он на самом деле, может ответить спокойно на этот вопрос, человек с правильной самодостаточностью. Это человек, который понимает, кто он, зачем он, его позиция в этом мире. Он знает, куда он идет, куда он движется, почему он движется. Это очень здоровая позиция. Но у нас, в нашем контексте, в нашем государстве, или в городе Москва, или вообще в России, мы привыкли советовать, и мы привыкли влазить в жизнь другого человека. Беспардонно влазить. Что-то навязывать другому человеку, прогибать его волю. И прогибание воли интерпретировалось как послушанием. То есть мы прогнули человека, мы убедили его очень сильно в том, что ему это надо, и мы считаем, что человек это послушный. Да нет, мои хорошие, мы просто ему сломали волю. Иногда бывают родители, которые ломают волю своим собственным детям. Они их прогибают, они их, не знаю, там, заставляют заниматься музыкой, заставляют заниматься каким-то видом спорта, заставляют заниматься еще. Да, нужно детям, им нужна дисциплина, им нужно помогать. И пусть они пробуют, и пусть они за свою жизнь посетят пять секций и так далее. Но поймите, что потом на выходе-то что будет? Потом на выходе будет зависимый человечек. И потом рано или поздно он уйдет из вашего дома, когда ему исполнится 25 лет. И он будет несамостоятельным, он будет с правильной самодостаточностью. И этим человечком вашим, в котором вы вкладывали все свои средства, силы, любовь, он будет им кто-то управлять. Он будет искать таких людей, которые будут им управлять, потому что он не в состоянии двигаться сам. Он не в состоянии выбирать свой собственный маршрут. Потому что ему нужны кто-то, кто подскажет ему, куда двигаться дальше. Как становиться самодостаточным человеком? Наверное, как-то хочется ответить на этот вопрос. Вот, Эльвира, как вы стали самодостаточным человеком? Да я вот слушаю-слушаю, вас понять не могу. То ли я просто самостоятельная, то ли действительно в каких-то моментах самодостаточная. Сложно сказать. Но как, как? Не знаю как. Как это стало? Не знаю как. Ну, не то, что единственный способ. Один способов, как стать самостоятельным человеком или самодостаточным человеком, это перестать ждать или тем более требовать что-то от других. Это начать жить, вести себя как взрослый самодостаточный человек. Перестаньте. Вот это вот состояние. Все мне должны. Вы мне должны. Вот оно должно у вас уже куда-то деться в какой-то карман. Как оно появляется? Оно появляется из детства, на самом деле. Потому что родители говорят следующее. Ты должен быть вот таким. Ты должен быть таким. Ты должен быть таким. Родители не помогают ребеночку сформировать понятие, что он это делает для себя самого, для своей собственной жизни. Они это так ему преподносят, что это ты должен... Потому что... Ну, они не говорят это в открытую. Они формируют такое понимание. Что раз мы тебя родили, поэтому ты должен хорошо учиться, ты должен к нам хорошо относиться, ты должен убирать за собой вещи и так далее. Ты должен. Понимаешь? И вот такой ребенок, он понимает, что он должен. Он должен что-то делать. Должен для кого-то это делать. Для своих родителей. Вот во имя своих родителей и так далее. Так, а потом он вырастает и требует обратку от мира? Потому что все мне должны. Меня должны любить. Я все детство вкалывал. Пора-ка вам по всем поработать. Это как раз перевертыш такой получается. Вы мне должны, друзья мои хорошие. Вы мне должны. Вы должны меня любить и так далее. И вот поймите, что здоровое состояние, это когда я сам, я принимаю решения. И я своему сыну говорю, понимаешь, ты должен учиться, это тебе нужно, это не мне нужно. Мне не нужна математика, мне не нужно выступать в институт, у меня уже есть два высших образования. Это твоя учеба. Если ты получаешь двойку, это твоя учеба. И чем ребенок старше становится, им нужно это понимать, что он отвечает за свою собственную жизнь. Это его результаты. Да, ты меня радуешь своими результатами. Да, и мне грустно, когда ты приносишь там двойбаны, и мне неприятно и так далее и тому подобное. Но это твоя собственная жизнь. И ребенку нужно как-то помочь ему вместить в свое сознание, в свою собственную жизнь, что это его жизнь, а не жизнь, которая кому-то принадлежит. И вот человек, который требует от других людей, вы мне должны, вы должны пожалеть меня, вы должны полюбить меня, вы должны меня замуж взять или женить меня и так далее и тому подобное. Этот человек, у него нет ответственности за свою собственную жизнь. Ему все должны. Потому что родители его так научили. Ну, мои хорошие, если вы находитесь в таком состоянии, если вы находитесь в таком положении, то уже пора как-то опомниться и перестать уже так себя вести. Потому что это нездоровое. И вы будете у разбитого... Вы постоянно будете находиться в обидах, вы постоянно будете находиться в грустном состоянии, вы постоянно будете находиться в выяснении отношений и этим жить. Это кошмар. Вам просто некогда жить. Вы на кого-то обижаете, вы решаете какие-то вопросы. Вот есть такие люди, которые постоянно на кого-то обижаются, которые постоянно находятся в состоянии такой гибридной войны. Они находятся в этой войне и получают наслаждение от жизни. Но жизнь-то короткая. Они получают наслаждение от этой войны. Да и не получают наслаждение, они погибают от этой войны. Жизнь на короткой, и тем более здоровая жизнь короткая, потому что уже после 35-40 лет начинаются всевозможные хронические болезни. Жизнь на короткой. Мои хорошие, да опомнитесь. Опомнитесь, становитесь с хорошей, самодостаточной, самостоятельными людьми. Опомнитесь и начните перестать уже зависеть от других людей. Самое клёвое, самое такое хорошее поведение — это когда я вижу нужду и когда я могу её восполнить. Понимаете, вот когда я вижу эту нужду, когда я от богатства своего, от глубины своей даю это. Вот это самое клёвое состояние. Я вижу, например, там, Эльвира голодает, я пошёл, яблоко ей купил. Или я вижу, что там человек расстроился, что-то произошло, ударился человек, ему больно. Я подойду, ободрю её и скажу, Эльвира, до свадьбы заживёт, всё остальное. Вот это здорово. Но Эльвира может рыдать ещё 15 минут или 50 минут и ждать, когда кто-то всё-таки к ней подойдёт. И потом никто к ней не подошёл, и потом обидится на весь белый свет и жить с этим, и жить враждебно по отношению к этому миру. Вот как вначале я сказала, Эльвира — это бред. Вот так же и сейчас говорю. Но бывает, я понимаю. Но мы в этом состоянии. Вот ко мне недавно пришли люди на консультацию. Вот там такая тяжёлая ситуация, когда мама очень сильно зависима от сына. Вот сын не звонит, у неё трагедия, она плакала. Она довела себя до такого состояния, что она не может сейчас спать по ночам. Она пришла ко мне от нервопатолога, и нервопатолог отправляет её к психиатру. Я ей говорю, моя хорошая, не надо вам к психиатру. Давайте мы займёмся вашим внутренним миром. Я ей сказал следующее. Вы знаете, у вас сейчас такая функция, сыну 24, по-моему, года. Вы знаете, что вы сейчас пытаетесь сочетать с себя функцией мопа. Вот это мне дети, они иногда нас путают. У нас вот Паша, он соединил папу с мамой в мопа. Чтобы не напрягаться, он называет вот меня мопа. Ну или маму, ну, мопа. И вот есть родители, которые соединяют с себя функцией мопы. Я мопа. И вот особенно женщины. Я и папа, простите, я и баба, и мужик, и так далее. Вот я всё в одном флаконе. Доводят себя до измождения, и человек вот, ну да, у сына проблемы, определённые, спать к нему, всё, внутренней мира вообще абсолютно никакого нет. Есть только проблемы с сыном, и я этим живу. Я для себя самой закончилась. Мне бы не хотелось, друзья мои, чтобы вы для самих себя закончились. Да я вообще не приемлю эту позицию. Я, наверное, в таком случае эгоистка, можете меня спокойно так называть. Нет, даже не эгоистка, это здравое. Я свою жизнь так не положу. Это здравое поведение, мы должны быть здоровыми. Вообще смысл формулы семьи, друзья мои, чем мы тут занимаемся? Мы хотим, чтобы вы были здоровыми, здоровыми людьми. И поэтому мы говорим о разных трудностях, о разных проблемах. Мы пропагандируем их для того, чтобы вы были здоровыми. Чтобы вы перестали делать то, что вы уже делали. И поэтому мы не тема, это просвещение. Мы сегодня говорим о самодостаточности, о хорошей, говорим о самостоятельности. Для того, чтобы вы перестали это делать. Чтобы вы взглянули в мир совершенно другими глазами. Я правда не понимаю эту женщину. Мне ее жалко, потому что ее предал муж, он ушел. Люди вырастают из определенного консекса. Там у мамы ее тоже муж, алкоголик хронический. Мы же все родом из детства, и мы несем на себя. Но вот есть какой-то момент. Мы же не в каком-то закрытом мире живем. Нужно как-то читать, нужно понимать. Нужно задавать вопрос, что со мной? Где мой внутренний мир? Вообще, почему я зашла в такой тупик, в такое состояние? Нужно искать, потому что ищущий человек, он находит. Ну нельзя же полностью поставить на себе крест и убить самого себя. Я ей сказал следующее. Понимаете, моя хорошая, говорю, вот вашему сыну нужна здоровая, нормальная женщина, нормальная мама. А не вот этот вот поникший, вялый, тухлый цветок. Потому что когда он смотрит на вас, у него беспокойство. У него вырастает чувство вины. И он живет этим чувством вины, что вот благодаря ему и благодаря этой жизненной ситуации, мама находится в таком ситуации. Вы думаете, делаете хорошо своему сыну? Абсолютно нет. Да сколько вообще родителей, которые рождают детей, там, одного, двух, трех, и просто полагают свою жизнь на их воспитание? Дети, значит, вырастают, последний птенчик из гнезда лет в 20 вылетел, и все, и жизнь закончилась. А где все это время я была? А кто я вообще? А где мой внутренний мир? Где мои влечения? Ну, по-моему, люди даже не задают такой вопрос по отношению к себе. Мой внутренний мир, мне кажется, это что-то особенное. Я дал задание этой женщине, будет у меня еще с ней встреча, нарисовать свой внутренний мир на блесте ватмана. Говорю, купить себе, по-моему, больше краски и рисовать свой внутренний мир. Мне интересно, что... Мне кажется, там будет слово «сын» написано. Ну, может быть, оно и так. Эфир у нас подходит к концу уже, остается буквально пару секунд. Спасибо, слушатели, что были с нами, спасибо за сообщение и звонки. Юрий, давайте прощаться, да? Да, друзья, давайте прощаться. И помните, что всему свое время, и на определенном этапе самодостаточность – это как признак взросления, и пусть она будет у вас. И это признак качественного развития личности. И хочется, чтобы вы сказали, я умею по жизни стоять на своих собственных ногах сам, и пусть это будет достойным решением для вас. Счастливо, услышимся на следующей неделе. Хороших выходных. До свидания. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься. Ну, тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио Теус.